Добрый день, дорогие друзья! Рада вам представиться. Меня зовут Литвинова Ева. Я являюсь модератором Лектория Милмакс. Ну и сегодня у нас такая вот очень интересная тема – межличностные отношения. Сегодня на этой сцене будет выступать многоуважаемый психолог, доктор психологических наук, а также директор школы практической психологии «Горизонт» Сергей Владимирович Петрушин. Под ваши бурные аплодисменты. Сергей Владимирович, передаю вам микрофон. Сцена ваша. Спасибо, Ева. Я тоже очень рад, что у нас такая многочисленная аудитория. С вашего позволения присяду. Я уже, наверное, больше 30 лет работаю психологом, консультантом. И ко мне приходят люди с разными проблемами, но, наверное, процентов 80 из них, они обращаются на тему, связанную с проблемой отношений. Это семейные отношения, дружеские, любовные отношения, родители, дети и так далее, и так далее. Рабочие отношения. И мне, как психологу, надо было как-то искать варианты, как помогать людям улаживать их проблем в отношениях. Первым делом я, конечно, обратился к книгам, смотрел к литературе, но, знаете, не так много информации на тему любовь и отношений. Например, там открываешь книжку про любовь, и там что-то такое, ну, что-то вот сердечное, космическое, что все ваши проблемы от того, что вы просто мало любите, вот надо много любить, и все будет хорошо, да. Надо с космосом связаться, сердце открыть, и все будет прекрасно. Ну, то есть это можно, вот если бы я вам читал лекцию в таком духе, это можно час лишним рассказывать, мы бы сидели, обалдели, кайфовали. Единственный вопрос, ну, а как на практике-то, как это делать, и как с этим вообще все-то красиво? Ну, и в итоге пришлось мне как некую такую свою модель создать, авторская модель, от чего возникают проблемы в отношениях, и какие методы, способы преодоления, решения, то есть как вот нам называется тема, от конфликта созиданий. Ну, на отношениях, у меня взгляд, оптимистичный, в том смысле, что все проблемы в отношениях решаются, то есть нет неразрешимых проблем, хотя для многих людей, ну, такой первый слайд, что мир отношений, это такое, это что-то такое, знаете, инфернальное, что-то очень сложное, вот они начинаются, потом как-то они развиваются, потом они иногда, как продукты, портятся, да, потом они что-то ломают, в общем, что-то с ними происходит, как этим управлять, что с этим делать, ну, радикальный вариант, это вообще отказаться от отношений, да, ну, нафиг, все, буду жить сам по себе, и у меня тогда не будет проблем в отношениях, вот это радикальный способ, если вы хотите, чтобы проблем не было, самый простой вариант, но, к сожалению, у нас, или к радости, у нас есть такая базовая потребность у человека, называть потребность в эмоциональном контакте, поэтому отсутствие удовлетворения потребности в эмоциональном контакте порождает такие же эмоции у человека, как отсутствие еды, как отсутствие питья, то есть это и дискомфорт, это и неврозы, поэтому мы обречены на то, чтобы любить, мы обречены на то, чтобы строить отношения, никуда от этого не деться, можно даже делать скидку, что это не только отношение с окружающими людьми, но я себе тоже как-то не чужой человек. Хотя некоторые про себя говорят, что, наверное, я себе чужой. Когда человек спрашивает, если родной или чужой, таки они задумываются, анализируют то, как они к себе относятся, как они себя мучают, критикуют, в общем, истязают, как-то так с родным, наверное, не обращаются. Такие бывают истории. Хорошо. То есть я так предполагал, это всё-таки такой лекторий с каким-то элементом научности, с познанием, поэтому некоторый такой подход я буду рассказывать, некоторую концепцию, как принято говорить, модель, как решать проблемы, что делать с проблемой в отношениях. Вот первая идея, что хотя этот мир отношений, он невидим, он находится в субъективной реальности, но в нём с помощью нашего интеллекта мы можем напрячься и выделить какие-то формы отношений, вида отношений, уровни отношений. То есть мы можем отношения как-то структурировать, не просто сказать «у меня отношения», а «а какие отношения», что там происходит. То есть есть разные варианты, формы, виды отношений. Ну, одно из любимых занятий многих людей – это называется «выяснение отношений». Обычно это почему-то происходит где-то под вечер, на ночь глядя, то есть уже спать пора, понимаете, уже какая-то усталость, и вдруг одного из партнёров так торкает, он идёт к другому и говорит «надо поговорить». Что поговорить? Зачем поговорить? Может быть завтра? Нет. Пока не поговорим, спать не будем. Ты понимаешь, что это надолго. Вот. И люди говорят-говорят, говорят-говорят, что-то выясняют, потом опять выясняют. В общем, как-то годами-годами люди всё время что-то выясняют. Что там в них выяснять? Вот скажите, пожалуйста, что выяснять в этих отношениях? Есть они. То есть вот первый признак того, что они исчезают, это когда их начинают выяснять. Потому что когда они есть, там выяснять нечего, там с ними всё нормально. Ну, как минимум, хотя бы вы будете знать сейчас, после этой встречи, как грамотно выяснять отношения. То есть вы вернётесь домой, вооружённые. Если к вам партнёр подойдёт, вы будете знать, что отвечать. Сейчас пойдём дальше. Итак, вот этот инструмент, ключ к работе с отношениями, да, это выделение, дифференцирование, понимание, что их много. И они разные. Поэтому вот моя рабочая гипотеза, что проблема в отношениях возникает, когда мы что-то с чем-то путаем, когда мы что-то с чем-то смешиваем, когда мы разные виды отношений как бы принимаем заодно, ну, какой-то хаос такой у нас создаётся. А решение проблем, получается, это умение как-то структурировать, выделять и смотреть, куда мы попали. Ну, если говорить о выделении отношений, вот такие три некоторые гипотезы. Что можно выделить отношения, что проблема – это когда они смешиваются, а решение – это, значит, дифференцирование. Ну, самая первая идея, я бы так для себя, может, она и раньше была, это обнаружил, это вот индийский трактат «Ветка Персика», где говорилось, что любовь – это влечение, это сумма трёх влечений ума, души и тела. Что уже вот, ну, если так, скажем, подходить уже к современной трактовке, когда мы рассматриваем человека как целое, в нём условно можно выделить три его составляющие. То есть первое, да, у нас есть тело, это одна составляющая. Второе, у нас есть душа, ну, или, скажем, психоэмоциональная сфера, потому что не все люди верят, даже психологи иногда не верят, что есть душа, потому что она как бы научно не доказана, да, где она, в пятки иногда уходит, иногда там к небесам взлетает, в общем, такое тёмное дело. Ну, корректно, можем говорить, психоэмоциональная сфера, да, какие-то ощущения, переживания. Ну, и третья составляющая – это наше сознание, наш интеллект. То есть на базе сознания формируется наша личность. Поэтому при взаимодействии с другим человеком вот можно выделить три уровня таких отношений. то есть мы можем взаимодействовать как личность с личностью, это называется социальное отношение, мы можем взаимодействовать на, как сказать, душа с душой, вот, и мы можем взаимодействовать как тело с телом. То есть уже три варианта есть. Ну, отношения социальные. Ну, вот видите, тут три уровня получается. Поэтому вот когда к вам подойдёт ваш партнёр поздно ночью про отношения, вы вот у него корректно поинтересуетесь. То есть вы скажите, а о каких отношениях пойдёт речь? У нас где проблема? На социальном уровне, на эмоциональном уровне или на сексуальном уровне? Ну, то есть нет проблемы в отношении вообще-то. Она где-то конкретно. Она или там, или там, или там. Значит, первым делом надо её обнаружить, где она находится. Потому что на социальном уровне одни законы, одни правила. На эмоциональном уровне другие законы, другие правила. На сексуальном уровне третьи законы. Поэтому, как я говорил, проблема – это когда что-то с чем-то путается. Когда мы путаем социальное с эмоциональным или эмоциональное с сексуальным. Ну, например, путается социальное с эмоциональным. Это когда... Вот у меня была одна клиентка, которая приходила и говорила, что у меня проблема с начальником. В общем, всё ужасно. Я говорю, что случилось? Она говорит, а он меня не любит, он меня не уважает. Вот пример путаницы, да. И я с ней так целый час разговаривал. Зачем люди на работу-то ходят? Что только она не называла. Потом в конце всё-таки согласилась, что вообще-то люди ходят, ну, чтобы зарплата была, чтобы ресурс был, чтобы деньги были прежде всего. Поэтому хороший начальник – это не тот, кто любит. Тот, который, да, тот, который хорошо платит. Ну, есть хитрые начальники, которые понимают, что у некоторых людей это путается, и этим можно манипулировать. То есть можешь человеку сказать, ты знаешь, мы тебя так уважаем, мы тебя так любим, мы тебя так ценим. Ну, зарплата немножко будет уже пониже, ты сам понимаешь, кризис, все дела. Ну, ты же нас не бросишь, ты же нас не предашь, ты же с нами, мы же команда, да. Вот это пример как раз, путаницы социального и эмоционального. Ну, пример, скажем, путаницы эмоционального и сексуального – это вот вы поругались, супруги, и поэтому секса нет. Вот скажите, вот бедное тело, чем провинилось? Ну, вы поругались, понятно. А тело-то при чём? Это же как бы потребность, да? Это и есть такая… От природы, это же невольно какая-то наша предыдущая. Ну, этим надо заниматься. Кто этим не занимается? Потом психологом долго ходят, лечатся, да? Иногда бывает. То есть какая-то акцентуация возникает. Поэтому вот следующий вопрос – это как-то для себя прояснить, чем же эти уровни отличаются, на какой территории мы оказались. Ну, социальные отношения, видите, здесь такие слова, как договор, это связан с поведением, это какие-то правила, ну, раз есть договор, значит, есть у нас требования, да? Если договор нарушается, значит, мы какие-то санкции человеку применяем. Ну, самые простые социальные отношения – это ролевые, рабочие, ну, скажем, начальник, подчиненный, учитель, ученик, продавец, покупатель. Если мы говорим о семье, то, ну, как вот, самые такие простые отношения, бесконфликтные, когда у вас с одним человеком есть всего лишь один уровень отношений. То есть вот вы вместе работаете, и все, какие проблемы у вас, есть правила, есть договор, есть санкция, то есть никаких проблем нет. Или, скажем, у вас с человеком есть эмоциональный уровень, ну, вот вы друзья, какие здесь проблемы? Никаких проблем нет. Душа сели, пообщались, душа с душой говорит, все хорошо, разошлись, все нормально. У шосекси тоже, чего там тело с телом делить, то есть тело одного партнера хочет получить удовольствие, тело другого удовольствия, то есть тоже никаких проблем нет. То есть проблемы начинаются, когда вы с одним человеком хотите два вида отношений. Вот здесь начинаются проблемы. например, делайте бизнес другом. Это очень большая ловушка. Путаница начинается. То есть мы вместе начинаем, скажем, какое-то там социальные дела. Как будем делить наши деньги? Ну как? Ну мы же друзья, давай пополам. Ну как? Я же больше работаю, ты меньше работаю. Ну да, но мы же друзья. Ну в общем, ну в 90-е годы, я помню, что старались на работу привлекать как раз друзей, родных, близких. Сегодня опытный бизнесмен старается это не делать, потому что это головная боль. Потому что я беру родственника, а он не справляется, и что мне с ним делать? Если его выгонять, он потом меня обидится. Ну в общем, лучше, так сказать, отдельно. Дружба дружбой, работа работами. А вот если еще и третий уровень подсоединяется, это уже вообще, ну тут уже точно будет сложно. Ну как взять какую-нибудь банальную ситуацию, начальник подчиненная, и они друг друга любят, у них симпатия, еще как-то терпимая. А потом у них тоже называется служебный роман. Все. Это уже ситуация нерабочая, потому что у них уже непонятно, кто они кому. Он ей говорит, там Маше надо написать отчет. Она говорит, слушай, Вася, что-то у меня настроение, не буду я писать твои отчеты. И, ну вот, то ли он начальник, то ли он мужчина. То есть, все начинает разъезжаться, все начинает расплываться. Ну вот. То есть, два еще терпимого, понимаете, третий уровень, когда появляется, это уже идет в разнос. Кроме одного вида отношений, которое называется супружеские отношения. Вот в этом и уникальность, в этом и сложность, что в супружеских отношениях у нас как раз как норма, у нас есть ролевые отношения. Мы муж и жена. Муж и жена – это роли. Это значит, есть какие-то договоренности, есть какие-то правила, есть какие-то требования. У нас есть любовь друг к другу. И у нас еще есть интимные отношения. То есть, теперь, ну как бы представляете, что для того, чтобы, ну так, чисто логически, чтобы строить семейные отношения, какая должна быть спецподготовка у человека. Это самая сложная форма отношений, которая только может быть. И поэтому вот эти вот огромные количества разводов, они отчасти связаны, но когда я еще начинал, процент разводов был, по-моему, 60 процентов было. И все ужасались, говорили, куда это дело годится. Это такое количество разводов. Сейчас, по-моему, где-то к 80 или к 90 даже идет. Мой ответ очень простой, потому что люди некомпетентны, никто толком не знает, ну даже роль мужа и жены. Вот это самый задачный вопрос. А что это за роли такие? Вот муж это кто? А жена это кто? Если муж это не спонсор, а жена не домашний комбайн, то что тогда им? Что тогда им? Как эти роли заполнять? В чем смысл супружеской жизни сегодня? Я прямо как-то даже одно время грозился денежную премию выписать тому, кто мне объяснит смысл семьи 21 века. Ну потому что семья, скажем, патриархальная, там было понятно, это была проблема выживания, женщине надо было выходить замуж, иначе она просто умирала. Ну там много было работы, которую она не тянула. Ну может быть, оттуда такая идея вот тянется, особенно у женщин, что вот у нее как бы все нормально, но надо завести мужчину, как вот раньше, хоть кривой, хоть горбатый. Вот мужчина в доме это к счастью. И вот она его заводит, он на диванчике полеживает, вроде бы, ну как-то что-то счастье не наступает. Какой-то есть такой вот миф, что вот обязательно без мужчины, женщина, типа она уже все несчастная, пропащая там. Это какие-то, мне кажется, от патриархальной культуры. Вот если женщина могла выйти замуж, ну это, ну значит, либо она больная, либо она как кощник, какая-то она ущербная, никто ее замуж не берет, и все. Сейчас, конечно, сильно все поменялось, еще раз говорю, 21 век, старые модели уже совсем не работают. И вот эта патриархальная семья, муж добычек, жена в доме, там все, эта модель тоже, скажем, ну не самая подходящая, потому что сейчас как минимум где-то мне говорили, где-то есть уже около 20 вариантов супружеской жизни. Вот есть такой старый вариант, а еще вот, еще такой, еще такой, еще такой. Поэтому, в принципе, любая пара может сама себе придумать, что им больше подходит, какие варианты подходят. Ну хорошо, вот если мы говорим опять же про мужа и жену, да, какие могут быть, вот здесь, ну здесь получается, что если мы хотим быть мужем и женой, значит, и живем вместе, это значит социальный уровень, значит, есть какие-то договоренности. Вот тоже интересно, когда семейная пара, я их первым делом спрашиваю, а какие у вас есть договоренности друг с другом? У одного супруга своя модель, как оно, кто такая жена, кто такой муж, и т.д. У другого человека свое представление, то есть мы эти представления откуда брали? Из своей семьи, из детства, да, вот у нас мама, папа, и мы говорим, ну вот у меня мама, что за жена такая, вот у меня мама такая, а ты там еду не готовишь. Она говорит, а зато мой папа все своими руками делал, а ты гвоздя забить не можешь. Ну и начинаются трения, вот конфликты, ну то есть получается, вот первым делом это, если мы хотим, это же как некое социальное предприятие, это как бы даже как бизнес такой некоторый, да, ну вместе мы, поэтому если мы хотим выйти замуж, или кто там хочет жениться, первый вопрос такой, он стоит, а для чего? То есть, что вы вместе хотите делать? Потому что социальный уровень связан с деятельностью, взаимодействием, то есть, чем вы вместе собираетесь заниматься? Ну, обычно говорят, ну как, мы же любим друг друга, любите на здоровье, жениться зачем? Сейчас даже, как бы тут и интимная жизнь уже не так сильно контролируется, как в моей молодости, там, да, при Советском Союзе. любите, дружите, все, все нормально, замуж-то зачем? Жените-то зачем? То есть, получается, что какой-то замысел должен быть, какой-то проект, под какой проект, для чего вы вместе нужны друг другу, как дальше вместе двигаться? Вот это, ну, как бы такие важные вопросы, на которые можно подумать. Ну, и вот по поводу договоренностей, очень часто как раз конфликты, потому что нет договоренностей, и конфликты возникают просто на каждом шагу. То есть, если мы хорошо прочистим свой социальный уровень, выясним, договоримся, то потом нам будет, ну, легче любить, да, нам не будет ничего мешать друг другу, потому что в этих социальных это социальная история, она очень агрессивная, она пожирает наши эмоциональные отношения и даже интимные отношения. Ну, например, вопрос, связанный с деньгами. Как будем делить наши деньги? Ну, то есть, по закону есть такое деление, что они, женщины, так говорят, я живу на деньги мужа, да, муж меня содержит, муж меня там то, муж меня все, я не всегда, правда, я не очень, даже у некоторых комплекс бывает, у некоторых женщин, что они мало зарабатывают или вообще не зарабатывают и так далее. Но если мы вдумаемся, нету такого понятия деньги мужа, деньги жены. Вот где муж деньги зарабатывает? Что он там? Ходит мусор вынесет, ему жена заплатит? Нет такого. То есть, деньги зарабатывает директор, менеджер, бухгалтер. То есть, мы из семьи выходим в социальные роли, мы там деньги получаем, а потом, когда мы в семью возвращаемся, то есть, есть деньги семьи, нет денег мужа, нет денег жены, есть деньги семьи, и они должны делиться, ну, по справедливости, пополам, 50 на 50. Ей 50% полагается за статус, понимаете? Ну, и потом, у женщины очень много такой невидимой работы. Ну, муж там пошел на работу, все там. А женщина, жена что создает? Она создает пространство, атмосферу. Ну, я не говорю про там домашний, бытовый, ну, естественно, тоже, да? То есть, он, когда в семью приходит, он же там восстанавливается, то есть, энергия появляется. Вот это ценности, иногда сами женщины не видят такой, в чем вклад-то, что они на самом деле делают. Это трудно посчитать. Поэтому просто вот 50 на 50 и все. Потому что это никак не учесть. Но в этом есть очень много конфликтов, да? Некоторые женщины даже не знают, сколько муж зарабатывает. Ну, типа, что-то мне дает и спасибо, и хорошо. Так вот, если говорим про социальный уровень, здесь самое главное такое правило баланса. Это 50 на 50. Брать, давать, да? Чтобы никто никого не эксплуатировал, чтобы никто ни на ком не висел. Следующий уровень. Это мы перебежали. Эмоциональные отношения. То есть это наша любовь, это родство душ, это резонанс. Если на социальном уровне главное как бы это договор, это правило, То есть, видите, как минимум, чтобы была хорошая семья, одной любви недостаточно. Самое, может быть, более важное, это уметь договариваться друг с другом. Как в бизнесе. То есть, если я не могу с партнером договориться, то какой бизнес? Ничего не получится. Ну, моя практика показывает, что как раз людям сложно договариваться. Они все время или борются, или конфликтуют, или сражаются. То есть, сама идея умения вести переговоры, умения сотрудничать, она очень такая проблемная. Ну, наверное, тоже особо не обучают, как вести переговоры. Как идет, так и идет. А вот, когда мы говорим про эмоциональные отношения, здесь основное какое правило? Это свобода. То есть, на эмоциональном уровне нету никаких договоренностей, нету никаких правил. Ну, серия. Давай договоримся, что будешь любить меня всю жизнь. Вот, обещаешь? Ну, я могу, конечно, пообещать, да? Но, где гарантия? Что через год, через два. Если вы поверите, это тоже странно, это какая-то детская позиция, да? Что ты же обещал. Эмоциональный уровень, он никак не контролируется. Это именно место некого, ну, как там, говорится, любовь, дитя, свободы, да? Что нельзя заставить любить человека, там, или как там, любовь не купишь, да? Много на эту тему уже сказано, что вот это, это парадокс, что с одной стороны, любовь, это что-то очень ценное для нас, дорогое, но мы хотим, чтобы нас любили, да? а с другой стороны, она дается бесплатно. То есть, для того, чтобы любили, ничего делать не надо. То есть, не надо ее зарабатывать. То есть, когда мы думаем, что любовь – это награда за хорошее поведение, это мы опять путаем социальное и эмоциональное. Вот деньги, они на эмоциональном уровне, деньги просто так не дают. Деньги надо зарабатывать. А любовь, она ни за что. любит просто так. В том числе и самого себя. В том числе и самого себя. И вот здесь тоже можно посмотреть, если брать вашу семью, где у вас пространство договоренности, а где у вас пространство свободы. Такой есть немножко продукционный вопрос. Какую свободу мы можем дать другому человеку? в чем он свободен? Поэтому, когда говорят «измена в любви», вот это такое, знаете, если нет договоренности, какая может быть измена? потом ее как-то меряют, я тебя больше люблю, ты меня меньше любишь, да? Как ее можно мерить? Любовь – это качественная черта, понимаете? Это мы неколичественная, то есть мы либо любим, либо не любим. Там нет такого, это как вот немножко беременна, да? Нет такого, вот я немножко люблю, это такая черта, которая, ну вот так, по идее, не должна зависеть от поведения. То есть, если любят только за хорошее поведение, это путаница опять социального и эмоционального. Ну, третий уровень – это нет сюда сексуальные отношения. Тоже, кстати, путают часто эмоциональное и сексуальное, что вот люди друг друга полюбили, и почему-то она думает, что высшая стадия любви – это секс. Секс – это совсем другая история. Любовь, ну, проверка простая, секс без любви – может быть? Может быть. Любовь без секса – может быть? Может быть. Поэтому они, их нельзя смешивать, это разные вещи, да? Вот тоже такой вопрос на засыпку, кстати, когда спрашиваю, а что такое секс? С одной стороны, вроде мы все это знаем, но конкретно дать определение очень сложно бывает. говорят про энергию, про любовь иногда говорят, что… но если метафорически, это как можно сказать, что эмоционально больше связано, как сейчас модно говорить, с верхними чакрами, душевными, и это одна форма удовольствия, душевный резонанс, а секс – это как нижние чакры, да, так условно, это другая форма удовольствия, ну, и там, и там они связаны, конечно, с телом, потому что вот эмоциональный контакт и сексуальный контакт в этом отличие. Вот такая схема, которая достаточно простая, но вот можно смотреть, где проблемы возникают, и смотреть, чтобы что-то с чем-то не путалось. Еще одна путаница бывает, это как раз, когда мы о семье говорим, что в ней можно выделить некоторые подсистемы, то есть это муж и жена, родители, дети, вот такая путаница. Ну, например, супружеская семья, видите, в ней два уровня можно выделить, супружеские отношения, детско-родительские. Вот, опять же, для здоровых отношений важно, чтобы между супружескими отношениями и детско-родительскими, например, была такая, ну, чтобы информация сверху не проходила вниз. То есть, например, если у вас как в семейной паре какой-то конфликт, чтобы до детей это не доходило. то есть есть такое правило, что для того, чтобы ребенок был счастливый, ему надо думать, что у него папа хороший и мама хорошая. был такой фильм про любовь, там проводили экспериментальные исследования, и там был простой вопрос. Как вы думаете, любят ли вас родители или нет? Там были три варианта ответов. То есть, кто-то говорил, да, меня любят мама и папа, кто-то говорил, нет, они меня не любили, меня родители не любили. И третий вариант, когда говорили, ну, вот мама меня любит, папа не любит. Или наоборот. Потом, где-то через 30 лет, снова этих людей находили, выясняли, как они живут. И выяснилось, что те, которые думали, что родители их не любят, у них оказался самый высокий уровень и заболеваемости, и смертности, и всяких жизненных сложностей. Те, кто думали, что их любит только один из родителей, у них было немножко получше с этим дело. А те, кто считали, что их любили оба родителя, у них было очень хорошо. То есть, у них и со здоровьем было хорошо, и соотношением было хорошо. То есть, это очень такая важная идея, что если между вами какие-то сложности, конфликты и так далее, это в наше внутреннее дело. Ну, вот на консультации мне рассказывали, что там моя мама мне часто жалась на папу. То есть, вот они ругались, она приходила и говорила, вот твой папа, он такой, он сякой, тра-та-та. Это очень грубое нарушение. Ну, зачем ребенку рассказывать это? Что ему с этим делать? Куда ему это делать? То есть, у него возникает вот этот какой-то негатив, с которым потом ему надо будет жить. Поэтому это то, что между вами, это такая должна быть секретная информация. А для дитё надо создавать образ, что вы самый, даже если вы развелись, всё равно надо какую-то информацию только позитивную сообщать. Для здоровья ребенка такая информация важна. Ну, вот такая даже схемка есть. Видите, что происходит? Что когда жена, как мама, говорит ребенку, какой папа плохой, как муж, то есть, у ребенка тогда возникает образ, что у него плохой отец. И к чему это приведет? К тому, что когда человек будет вырастать, он будет искать себе хорошего родителя, хорошего отца. И ну, вот я в своей практике замечал, особенно ну, у мужчин он тоже, особенно у женщин, они часто путают роль мужа, роль отца. Когда их спрашиваешь, ну, вот муж, он какой должен быть? Обычно что говорят? Чтобы был сильный, чтобы защищал, чтобы как за каменной стеной, чтобы поддерживал. Я говорю, ты инвалид, что ли? Что тебя поддерживает? От кого тебя защищать? Ну, это кто? Собаки нападают, что ли? То есть, очень такой образ под папу прямо косит. И иногда такое задание, можете попробовать на досуге, кстати, проверить, взять листочек, поделить пополам, написать вот это папа, здесь написать муж. В чем принципиальная разница? Ну, или мужчинам там написать мама и жена. В чем принципиальная разница? Ну, даже достаточно интеллектуальные люди, вы знаете, они с трудом дифференцируют. Значит, первое отличие, что мужа мы выбираем, а папа – это данность. То есть, он такой, какой есть, и с ним уже ничего не сделаешь. папа – это всегда дающий роль, ребенок – всегда берущий роль, да, а муж, жена, у них есть правила баланса. Это такой важный момент, да, особенно вот, то есть, если вы от родителей перестаете что-то брать и говорите, я уже вырос, я уже большой, я уже сам могу, вы тем самым, ну, как сказать, психологически уничтожаете родителя, потому что родитель, он родитель, пока он может ребенку что-то давать, а вы брать. То есть, если вы перестаете брать и хотите баланса, хотите на равных, то получается, что вы как чужие становитесь. Поэтому у родителей, ради Бога, просите, берите, но они могут и не дать, это их дело, да, главное, чтобы как-то к ним обращаться, там, не знаю, какую-нибудь банку помидор вам дают, вы говорите, да не надо, мама у меня, берите, берите, соседям отдадите, поддержите родителей. Пока они дают, они себя ощущают. Но также и в семье, если кто-то начинает больше давать, а кто-то меньше, как бы, такая более инфантильная позиция, то они психологически становятся, как папа и дочка, да, или как мама и сын. Это тоже очень вредно. Это такое, псевдородственные отношения возникают, ну, естественно, потом страдает как раз вот интимная сфера, потому что родственниками, это вот ответ такой, у меня есть такие вопросы иногда, вот муж – это родной человек или чужой? Как вы думаете, что обычно отличают? Родной, да, все родной. Ну, просто, если он родной, а интим тогда, как у вас происходит, все, сразу, вся тема закрывает. поэтому здесь нам такое деление надо, вот есть родные, а есть близкие, и это разные отличия, да, поэтому муж – это чужой, но близкий, близкий, но чужой. Вот если вы все время это будете помнить, тогда будет такой тонус в отношениях, да, ну, что он чужой, он может куда-то деться, понимаете, а если он свой, родной, такое расслабление наступает, ну, все, куда от одного, ты куда денешься, он все время будет, все время присутствует, но за каждым отличием просто стоит много разных проблем, ну, например, поиск единственного, вот, когда хотят найти одного и на всю жизнь, вот здесь очень как-то закрак, потому что один на всю жизнь это папа, ну, или мама, супруг, это все-таки, он может долго, может действительно на всю жизнь, но может и нет, у нее нет такого жесткого отличия. Ну, следующая вот еще такая вот тема важная в отношениях, это чувство вины, вот, поднимите руку, у кого есть чувство вины перед родителями, что вы плохая дочь, или плохой сын, да, там, как-то, хорошо, спасибо, а у кого есть чувство вины перед детьми, если у вас есть дети, что вы плохая мама, там, что вы плохой папа, там, такой вот, тоже есть, да, то есть это вот такие тоже моменты, ну, как сказать, ошибочные, то есть вот эта вина и так далее, почему? Вот давайте разберем первую модель, когда чувство вины перед родителями, отчего оно возникает, ну, обычно говорят, вот, ну, мне же родители много дали чего, то есть они меня там кормили, поили, но это еще можно посчитать, да, и можно как-то компенсировать, но они еще жизнь ведь дали, тут уже все, уже никуда не денешься, поэтому ты должен, что-то должен все время им за это отдавать, и, ну, видите, в этой модели как бы система замыкается, то есть мне родители дали, и теперь я родителям должен что-то возвращать, ну, во-первых, у меня не остается на свою личную жизнь, мало чего остается, да, и, во-вторых, ну, как бы, энергию, я так условно называю, что дети как полезные домашние животные такие, то есть их выращиваешь, такой, как вклад в банки, я ребенка родил, вырастил, и теперь давай уже чего-нибудь возвращай, взгляд, что ли, я тебя кормил, поил там, и так далее, да, должок, вот, но почему это ложная система, потому что у наших родителей тоже были родители, давайте это увидим, да, и эти родители, нашим родителям тоже дали и условия жизни, и жизнь дали, то есть получается, что они уже все получили от тех и еще хотят еще от вас получить, это нечестно, это несправедливо, понимаете, им уже все дали, то есть, как бы, ну, не должно быть чувства вины, потому что за вас уже все рассчитались, уже им уже все дали, поэтому ребенок, он может помогать родителям, но он не должен, но у него нет такого, что он должен, понимаете, ну, единственное, как бы, грамотно, он должен, ну, он должен то, что он получил от родителей, передать дальше своим детям вот и все, то есть, не в обратно возвращать, то есть, долг перед родителями, это чтобы вы были счастливы, чтобы у вас были дети там, ну, в общем, чтобы у вас все было классно, чтобы все у вас развивалось, вот, а чувства вины перед детьми, здесь тоже какая ошибка, да, что, ну, иногда бывают такие даже сцены, когда родитель так, ребенка говорит, прости меня, я никудышная мать, или там, я плохой отец, вот я тебе там это не дал, я тебе то не сделал, еще, это очень информация разрушительная, почему, потому что, опять давайте вспомним, что родители, кроме того, что они там кормят, поят и так далее, машины покупают или не покупают, дома дают или не дают, там еще что-то, да, но они же еще жизнь ребенку дали, то есть, сколько стоит жизнь? Миллиард евро, ну, там, не знаю, какая-то космическая сумма, то есть, вы ребенку дали космическую сумму, как после этого вы можете быть плохими, вот объясните мне, поэтому, если ребенок начнет что-нибудь вам предъявлять, что вы какая-то плохая мама, там, или плохой папа, вот ни в коем случае не поддаваясь на эти манипуляции, я тебе жизнь дал, дал, все, остальное по возможности, вот, остальное ты можешь потом сам себе, ну, когда мы вырастим, мы же можем себе найти эти разные варианты, потому что вот это чувство вины перед ребенком, оно, к сожалению, провоцирует суицидальное состояние у самого ребенка, то есть, чувство вины перед ребенком, это получается, что я условия жизни ценю выше, чем жизнь, я говорю, ну да, я тебе дал жизнь, но, но зато я тебе вот это не дал, вот это, то есть, как будто жизнь, это так себе, какая-то ерунда, ну, там, вот, и вот это и есть в психологии самоубийцы, да, потому что он считает, как, раз такие условия, нафиг такая жизнь, ну, то есть, у него как раз, то есть, здоровый человек, у него жизнь приоритетнее, да, здоровый человек, хочет жить и готов жить, несмотря ни на какие условия, потому что жизнь – это высшая ценность, то есть, ради жизни я готов отдать все, ну, кошелек или жизнь, да, а вот суицидник, у него есть что-то дороже жизни, и поэтому, раз это не так, он, ну, если по религии, совершает такой вот, ну, грех, да, такое, в общем, действие, которое, неприятное, то есть, суицид – это даже такая форма скрытой агрессии, вот, потому что потом люди начинают переживать, считают, что это из-за них, не возникает чувства вины там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, он свою агрессию не выплеснул наружу, он ее повернул на себя, таким способом от нее избавился. Тут уже наше время сейчас подходит к концу, ну, в принципе, вот, какие-то основные моменты, которыми хотелось поделиться, вот я вам рассказал, то, что связано с отношениями, если есть какие-то вопросы, то можем обсудить. Ну, вот, вернемся немножко к началу вашей лекции, вы говорили про то, что мы часто вот предъявляем своему, например, супругу или человеку, нашему партнеру, что вот у меня, например, мама или папа, они вот такие вот, и ты вроде как тоже должен так делать, и получается, что вот эта вот тема про сценарий, что мы повторяем сценарий своих родителей, она настоящая, это правда, или вот какое ваше мнение? Ну, это, знаете, это как образно представить, например, парень из Финляндии полюбил девушку из Африки. Любовь, страсть, и все хорошо. Но, например, там, день рождения, как будем отмечать? Ну, как у нас в племени, всех зовем, он говорит, нет, у нас в Финляндии так, то есть, и между ними конфликт, им кажется, что это они друг другом конфликтуют, но это через них конфликтует вот эта Финляндия с Африкой. То есть, через нас конфликтуют наши родители, понимаете, у нас за спиной стоят родители, и говорят, это что за жена такая? А ты же, а это что за муж такой? Тра-та-та, да? То есть, как бы вот эти надличностные конфликты, поэтому решение здесь в том, чтобы сказать спасибо Африке, спасибо Финляндии, и создать какой-то свой третий материк, третью страну, вот, то есть, сказать спасибо родителям, все, до свидания, отдыхайте. вот создать свое государство, со своими правилами, вот это, то, что говорят, все есть обговорить. Ну, как будто бы это может быть очень сложно, из-за того, что тяжело, то есть, ту же Африку, ту же Финляндию, и, наверное, здесь вопрос о сепарации от модели родителей, как будто бы сложно. Ну, вот, надо тогда к психологу идти. Но есть такие люди, они помогают, как посредники выступают такие, как есть семейный психолог, он только всего лишь медиатор, он не будет вас учить в жизни, его задача, ну, чтобы вы друг с другом научились договариваться. И там первый вопрос, ну, вот, который я задаю на семейной консультации, то есть, у каждого есть что сказать, у каждого накопилось друг на друга целое досье, вот, а я спрашиваю, а как вы думаете, а что хочет ваш супруг? И вот человек в трансе, потому что то, что хочет он, у него все ясно, все понятно, а что хочет другой, он даже не думал об этом, и у него, он говорит, я не знаю, она лучше знает, говорит, я понимаю, ну, как вы думаете, может, она делилась с вами, и вот он начинает что-то рассказывать, жена такая смотрит с круглыми глазами, живет и я так, то есть, вот это видение друг друга, очень вот полезно, иногда сходить к семейному психологу, как-то откорректировать, да, что может быть у нас искаженные представления друг о друге. А люди сейчас часто вообще приходят за консультацией? Нет, не часто, не часто, я не знаю почему. А вот в вашей практике, такие вот, случалось ли такое, что вы понимали, что, ну, нет, здесь проблема... Сейчас скажу, они приходят, когда уже на грани, понимаете, уже, да, либо разводится, ну, еще психолог есть, ладно, еще психолог ходит, то есть, чем раньше вы придете, ну, казалось бы, ну, это же так, ну, как с болезнью, конечно, ну, чем раньше мы лечим, тем быстрее выздоровеем, ну, вот процент разводов показывает, что сами, уже сами, уже сами, да, уже. Глубок, это такое, что вы понимали, что, ну, нет, здесь уже не спасти отношения, потому что, вы вначале говорили, что, ну, нет таких вот проблем, которые нельзя было бы решить. Отношения, это как бы связь человека с человеком. Сколько бы лет не прошло, вы этого человека, когда увидите, у вас все равно, дырка такой будет. Но мы можем говорить о смене формата отношений. То есть, может быть, формат мужа и жены, нам уже не подходят. Может быть, нам просто перестать друг друга мучить и стать друзьями. Разве это, ну, может так помочь, что мы с вами муж и жена, да, а потом мы с вами развелись, и разве это как-то может изменить по-настоящему отношения? Иногда это улучшает отношения. А почему? Потому что, ну, что такого? А вот эти надличностные снимаются все установки. То есть, нам уже друг к другу нет никаких требований. Никто никому не должен. Никто никому не должен. Мы можем дальше опять дружить. Это самое лучшее, как бы, решение. Ну, что развод, это некая социальная процедура. А отношения при этом могут оставаться. А если взять ребенка, а с ребенком отношения с ним вообще, с детьми же не разведешься, да? Вот. Они все это вообще на всю жизнь. Есть еще такое мнение, что противоположности, они притягиваются. И вроде как, когда две противоположные встречаются, да, получается очень хорошо и здорово. Как вы думаете, это правда? Да. В каком-то смысле, что мы ищем людей, не похожих на нас. Ну, представьте, семью, два маммахолика. Или два холерика. То есть, мы всегда ищем человека дополняющего. То есть, сильным нужен слабый, слабым нужен сильный. Общительный нужен молчунный, молчунный нужен общительный. Просто вот, потом очень интересный момент, что конфликт у нас бывает. именно в том месте, за что мы друг друга выбрали. Вот есть такой парадокс. Ну, например, там тихая девушка, а он душа компании. И он ей понравился. И он, и она ему тоже понравилась, такая таинственная, загадочная, молчаливая такая, да. Они начинают жить вместе, и он потом в компанию собирается опять идти. и она ему говорит, стоять, ты куда? Сиди дома, вот как я, там, так далее. Вот, ну, я же не могу, я же, ну, то есть, она его за это выбрала, а теперь в этом месте в ней как раз и конфликт начинается. Вот проверьте, да, если у вас конфликты есть, это как раз, ну, как бы, решение как такое, чтобы наоборот стать в этом месте друг другу помощниками. То есть, она у него будет учиться, как стать душой компании, а он у нее будет учиться, ну, как стать вот этим ответственным, там, скажем, быть наедине с собой, да, а не в конфликт. Все время думать, вот мои слова, они сейчас окажутся издательными действиями, или разрушительными? Вот. В старину было такое даже понятие у женщин, это, что говорили, что она к браку не готова. Почему? А она не миротворится. Такое было понятие, да, что вот своими действиями я либо ломаю нашу лодку, либо я, ну, как-то, ну, короче, надо думать, что говорить. Думать, то есть, я могу словом человека либо уронить, либо поднять, да, вот. это же, ну, просто выбрать, интонацию, выбрать там какое-то слово определенное. Можешь сказать, ты дурак, а можешь сказать, слушай, я чуть не разобралась, вот, давай еще раз. мне кажется, очень важная тема, вот как понять, вот ты действительно любишь, или это какие-то другие чувства, там, может быть, это там лечение просто, или это просто привязанность, вот как вот действительно понять, что да, я этого человека действительно люблю, и мне нужно остаться с ним на всю жизнь. вот не хочу настраивать, вот тему любви, ну, очень часто, опять же, если о дифференцировании, то, когда люди говорят любовь, это такое зончальное понятие, под ним много, много, много вариантов отношений тоже скрывается, ну, например, есть такая штука, влюбленность, вот, то есть, когда мы человека встречаем, мы его еще не знаем, но мы понимаем, что это есть тот идеал, я всю жизнь мечтал, просто, ну, нету недостатков, вот, и эндорфины переполняют, и тянет к этому человеку, знакомое чувство, да, вот, особенно ближе к весне, вообще, такие вот, ловушки начинаются, это называется влюбленность, максимум срок влюбленности, три года, например, да, вот, как отличить, что делать, вот, влюбленность, ну, в принципе, дело хорошее, просто надо знать, что там, где есть очарование, потом будет разочарование, то есть, чем больше вы, так сказать, влюбляетесь, тем потом сложнее будет, зависимость всякие, слияние, тут такое вот, дело, ну, я думаю, если не вдаваться, наверное, основное, это вот слушать душевное, да, если у меня есть прибавка энергии, если у меня есть радость, ну, называть это любовью, все хорошо. Вот на ваших практиках, вы, получается, сразу же выясняете, какая вот у вас модель, что вот вам комфортно, да, вот в их отношениях. Ну, мы разговариваем, мы спрашиваем, да, какие есть пожелания, какие версии, ну, чтобы они соединили, то есть вместо, чтобы двух вот этих идей о семье была какая-то одна, третья, то есть не твоя, не моя, никто кого победил, а вот это, ну, вот это уважение как раз, что мы находим какой-то третий вариант, чтобы и мне было хорошо, и тебе было хорошо. Как общаться друг с другом так, чтобы было понимание какое-то общее, не так, чтобы в формате фильма рассудить сегодня на вечер, а чтобы, ну, общаться, чтобы понимать, общаться, чтобы находить компаниции, и в целом, чтобы, ну, какой-то общий язык в паре, во взаимоотношениях. Спасибо. Ну, здесь два момента. Один момент, это надо просто разговаривать друг с другом побольше, да, именно такой элемент самораскрытия должен быть, что вы рассказываете, что вы любите, и он, а второй момент уже сложнее, у нас есть, так называемые, психологические травмы, и человек может случайно, ну, что-то такое нам сказать, сделать, и он заденет, и вот тогда мы немножко, ну, перестаем соображать, вот, у нас такая начинается, психологическая защита включается, вот, вот здесь очень, как бы разделить, что для семейных отношений, еще нужна какая-то, ну, если у меня такие, какие-то вспышки, значит, мне надо с этим разбираться, ну, не с партнером разбираться, вот это, если я описал новые коды в собраке и семье, я бы туда в такую голову вступил, что за свои эмоции каждый отвечает сам, ну, то есть, не объяснять свое поведение, состояние поведения партнера, вот убрать эти понятия, ты меня обидел, ты меня расстроил, ты меня там оскорбил, там, это все сами мы делаем, мы сами обижаемся, мы сами оскорбим, это, это наша реакция на слова человека, вот, человек что-то сказал, я же реагирую не на то, что он сказал, я же, как я понял, ну, сейчас, маленький, ну, как анекдот, там, была на консультации пара, женщина, муж такой на грани, все, развод, так далее, что случилось, представляете, вот видите, смс-ка пришла, какой-то мужик там что-то, и она вам пишет, я скучаю, она мне такого никогда не говорила, о каком-то человеку там, в общем, все на грани развода, мы эту женщину спрашиваем, вот вы написали, я скучаю, это что? Она говорит, ну, понимаете, вот мне коллега с работы пишет, он говорит, чем ты занимаешься? Я ему пишу, видите, это, вот, разное восприятие, вот это, вот я скучаю, он стал таким, проходным понятием, да, вот там. Ну, иногда же люди специально пытаются сказать, подобрать такие слова, чтобы забить и обидеть, и то, что вы обиделись, это адекватная реакция на какие-то глубые, действительные слова. Ну, вы сейчас говорите об психологии жертвы, вот, нельзя человека обидеть, мы не можем в голову ему залезть, и что-то ему там нажать, мы можем что-то говорить, а обидеться он или не обидеться, это его ответственность. Это психология взрослого человека, да, что отвечать за свои эмоции. Ну, да, согласен, получается, если вас очень сильно обижают, вам это не нравится, тогда просто уходи. Ну, не то, что я обиделись, но мне не нравится, что он так ко мне относится, и я, ну, я бы, подожди, вот мне не нравится, как он так относится, значит, я так думаю, а почему мне это не нравится? А что мне это не нравится? Нет, я исключаю, например, там, физическое насилие, да, естественно, здесь надо уходить, вот. Но, когда у меня человек говорит какое-то слово, я реагирую, я могу, я же могу подумать, а почему я на это так реагирую? Вот он мне говорит, там, ну, не знаю, там, ты там, ты свинья. Я могу обидеться, я могу подумать, а ты несчастная свинья, ты чем провинилась, то есть, почему я должен обижаться, вот, нормальное животное, нет. Или говорят, там, ты дурак. Я вспоминаю, вот, сказка, Ивановскую дурачоку, вообще, вот, такой, молодец, супер, я говорю, спасибо. Очень успешный персонаж. Да. то есть, это вот, когда нас кто-то, как бы, задевает, это повод для внутренней работы. Надо сказать человеку, спасибо, ты мой тренер, ты у меня нашел больное место, есть над чем подумать. Вот тут вопрос, почему после брака муж расслабляется? Ну, да, бывает такое. Потому что у нас возникают эти псевдородственные отношения. Что мы считаем, что мы почти как родственники, а от родственников уже никуда не деться. Поэтому такой поведение. И он всегда был со мной, да? Да. Поставили, добились. Да, 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 да. Да. А вот еще такой вот короткий вопрос. Как родителю ответить на фразу ребенка, я не просил меня рожать? Ну, не просил, не просил. Ну, ладно, ты живешь. Ты что, жить не хочешь, что ли? Ну, мне кажется, что это может быть такой возраст, что он усердит, Ну, что будем делать? Что будем делать? Ну, просто разговаривать с ним дальше. То есть, не надо, как бы, вырубаться. Надо быть, с ним общаемся. Ну, на самом деле, он же, даже он, когда так говорит, может, умирать не собирается. Все равно жить. Это просто манипуляция у него такая. Да. То есть, не, ну, как-то, не попадаться на эти манипуляции. Манипуляции, на чисто. Вот дети такие манипуляторы, они, они очень хорошо чувствуют слабые места, особенно, когда вот у мужа и жены какие-то есть конфликты, трения, они знают, кому подойти, с какой просьбой, к папе, к маме, да, как там, вот как лавировать там между ними. Просто гениально действовать. Вы говорили, что созидательные, когда ребенок считает, что его либо родители любили, либо оба родители любили. Но бывает такое, что, да, условно, отец вышел за хлебом, ну, не вернулся. или просто сдали в детдом. И в таком случае, вот вопрос, как в таком случае, ребенок, если родитель не заботился о ребенке, или практически не заботился, как ребенок может любить родителя. То есть, это порочный круг, ребенок не благодарен родителю, потому что, ну, не за что. Вот. и его можно, получается, разорвать. И вот второй вопрос, можно это разорвать. И второй вопрос, если родитель относился к ребенку или хорошо, он был так, 50 на 50, то есть, мог подвечать, мог дарить, но относительно хорошо относился, но все равно, ребенок принимает же часть родителя, то есть, может ли ребенок преодолеть негативные черты родителя в себе? по-вашему? Ну, по-последнему, естественно, может, ну, когда он уже немножко вырастает, да, то есть, мы когда вырастаем, вот есть такие ужасные тренинги, называется «Прощение родителей». Вот я так и вижу, как вот ребенок такой возвышается, такой смотрит сверху вниз, типа, ну, типа, что с вас делать? Шить-то? Ну, ладно, так и быть. Я вас просил. Это тренинги гордыни, да. Вот. Реально как-то надо дойти до того места, заценить, что этот человек дал мне жизнь, да. И это все обнуляет. То есть, если вы положите на весы, вот меня обижали, не обижали, там, или жизнь, да, то есть, понятно, что жизнь, она перевешивает. То есть, поэтому тут изначально такая вот обнуление идет через такую благодарность. Ну, у меня так немножко мифологические идеи, что жизнь дает Бог, и вот Бог почему-то мне решил дать жизнь вот через этого ужасного человека, понимаете? И мне надо просто понять и разобраться, какой месяц что-то был, да? Какой-то Бог, Бог же не ошибается. Ну, конечно, все хотят, чтобы они были родители, это директора там, швейцарского банка. Ну, там такая очередь, знаете, там не одна кальпа пройдет. А вы же хотели сейчас жить, поэтому где было, туда и сунулись, вот и родились, все. Поэтому вот какого родителя дали, то есть не бывает плохих родителей, потому что родители это данность. А данность может быть плохой. А по первому вопросу здесь, конечно, очень важно включиться второму родителю, например, папа ушел, ну, маме надо создать образ именно позитивного, то есть даже если папы нет, фотография должна висеть большая, да? Обращение какое-то, если папа был с нами, он бы сказал там вот это вот и так далее. то есть просто ребенку очень важно вот это реабилитация внутри себя. А то, что между вами, это ваше дело. Вот здесь такое деление надо. Вот так, наверное. Следующий вопрос. Возможно ли счастливая семейная жизнь имеет только одну или два вида отношений? Только, например, сексуальные и социальные? Ну, мы говорим о полноте же брака, да? Ну, то есть для полноты надо три уровня. Минимально это один. Социально есть, любовь и жена. Это минимально достаточно. Вот. Но без эмоционального я даже не знаю, как это будет. Ну, или тогда любовь и настроение. Ну, я слышал бывают такие семьи, они там договариваются, что мы муж и жена, мы любим, но без секса. То есть кто как, кто где хочет, пожалуйста, твои сексуальные проблемы, твои сексуальные проблемы. А вот такие успешные браки, что не стихи на всю жизнь? Ну, отчего и живут, и нормальный. Главное, чтобы у вас совпало, чтобы вам обоим подходило. Какую модель вы выберете? А вот чтобы каждый любить, кого хочешь и так далее, такой я не встречал. Мне кажется, это вот эмоционально, это где-то может быть даже такая сердцевина все-таки. Это главный, да? Ну, да, да. Не думаете ли вы, что, допустим, отношения в браке существующие, существуют какие-то фундаментальные противоречия, исходя из личности, каких-то качеств человека? Ну, как, например, один хочет, так сказать, действительно будет очень важный. Второму нужен домашний фанфор более тихо время руководения. И это противоречие неразрешимо, потому что оно элементарно. Ну, и они, следовательно, не могут переломить себя. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, я не понял, может, не понял мысль, но не думаете ли вы, что, когда, допустим, вот есть физическое насилие, да, здесь все верно, если оно есть, там, нужно уходить, но есть и психологическое насилие. И, если, допустим, абьюзер атакует жертву, не думаете ли вы, что жертва такая думает? Ну, это мои реакции, проблемы во мне, не думаете ли вы, что огоражливаете мобозомогрессором? То есть, как более быть объективным? Вот этот вопрос. Ну, вот, еще одно из делений, которое можно сделать, вот, что у нас есть социальная жизнь и частная жизнь, да, то есть, брак, семья, все это наша частная жизнь, и вот, когда на социальной жизни мы там терпим, адаптируемся, подстраиваемся, да, играем какую-то роль, ну, там понятно для чего, ну, чтобы деньги зарабатывать, да, то есть, там не надо быть самим собой. А смысл частной жизни, в чем? Как раз это место, где я могу быть самим собой, вот. Поэтому, если в семейной жизни вы терпите, адаптируетесь, подстраиваетесь, боитесь что-то сказать, вы можете быть сами собой, надо задать вопрос, ну, за какую зарплату-то, ну, в чем смысл-то вашей жизни? Такой жизни-то, зачем она вам нужна? Потому что смысл частной жизни, еще раз говорю, да, это, ну, некоторая такая психологическая свобода человека, ну, поэтому, если все так жестко, ну, пожмите руки и попрощайтесь, и все. Пара в отношениях, они как два разных человека со своим мировоззрением, либо как некая команда одно взялое, либо что-то такое. трех уровней. Спасибо. Спасибо, что вы затронули, потому что, кроме вот этих трех уровней, да, еще можно выделить некую вертикаль, куда эта пара движется. Ну, либо она есть, либо нет, или нет. Бывает такое. То есть, во что они верят, да, что для них является высшей ценностью, что для них является смыслами. То есть, вот, вот если здесь не совпадает, то, конечно, дальше сложно двигаться. Ну, вот есть старая такая, мне попалась такая старая модель, что, в чем, что раньше семью рассматривали как малую церковь. То есть, муж – это тот, кто идет к Богу, а жена, кто идет замужем, тоже к Богу, да. То есть, ни дети, ни хозяйство, видите, совсем другой смысл. То есть, это помощь друг другу в духовном развитии. А сейчас что вертикалью является? Есть ли это вертикаль? Вот это большой вопрос. Поэтому разные мировоззрения не страшны, опять же, если можно договариваться. Но вот если нет, тогда очень сложно. Ну, например, там вы верующий, а другой человек над вами насмехается. Но тут никакая любовь не потянет. Потому что для вас это, ну, как бы, это сверхценное, а для него это совсем какая-то ерунда. Поэтому вот для пары очень важно именно вот это совпадение на смысловом уровне, на целостном уровне, чтобы они могли вместе двигаться куда-то. Вот как больше всего тогда расставаться с человеком, с которым сложно договориться, если договоренности нет. И расставаться на самом деле не хочется, но вот... Ну да, я обычно говорю, вот вы решили заняться бизнесом. Сколько вам надо времени, чтобы понять, что человек не подходит для вашего бизнеса? Месяц... Сложно мне кажется сказать точно. Ну, месяц, два, полгода. Ну, не идет бизнес с этим человеком. Вот сколько надо времени убедиться, ну, не получается. Ну, вот, а если... То есть мы же пытаемся постоянно решать наши проблемы, мы же не рубим отношения сразу же, а все равно ждем чего-то, надеемся, что что-то изменится. И вот в случае, тяжело все-таки его люди не меняются. Главный враг отношений это надежда, что партнер, вот он сейчас такой, но я на него как-то повлияю, как-то повоздействую. И вот это вот женская такая ловушка. Находите какого-то, значит, абьюзера подлеца, но силой своей любви я сделаю из него хорошего человека. Это, помните, сказка красавица-чудовище, маленький цветочек. Ну, в сказке это может быть, а в реальности люди не меняются. И еще раз говорю, смысл частной жизни в том, чтобы принимать друг друга таким, как есть. Никто никого не воспитывает, никто никого не переделывает. То есть у вас совпало, все уже нормально. Расставаться с любовью. самое лучшее расставание, когда вы расстаетесь с гневом, с яростем, вы не расстаетесь, вы расходитесь, но психологически вы все равно у вас вот это вот крутится, как это сейчас можно, незавершенная гешталька. А оптимально это сказать спасибо за все хорошее, что было. Что-то хорошее было. Было. О, вы говорите, вот спасибо за все хорошее и все и до свидания. Идете дальше. Вот например, супругу не нравится то, как проявляет себя другой супруг, например, на социальном уровне, например, как он ведет себя в обществе или на работе, то как-то можно решить эту проблему? Потому что вы сказали, что люди не меняются, но при этом есть какой-то припускный я думаю, можно, если вы человеку объясните, почему надо измениться. Потому что если мы говорим просто, мне не нравится, как ты себя ведешь. Это мной воспринимается как прихоть какая-то. Ну, задевает самолюбие наше, да, и мы сразу, а когда самолюбие, мы еще жестче, еще как-то назло, короче, начинает работать. Но если я объясню, что понимаешь, это твое поведение, оно наносит на экономические ущерб, тогда я могу подумать. В общем, разговаривать нужно просто аргументировать. Ну, как-то да, как-то объяснить, раскрыть свою позицию, договориться, да, то есть, когда ты, то есть, никто никому не начальник. У меня была пара, когда муж, у них были конфликты, а там была такая, ну, это на кухне мойка, он от женат ревнул, чтобы там посуда была, мойка была чистая. А жена говорит, ладно, ладно, и все время забывала. И он приходит, и там опять гора посуды, и он опять скандалит. Я говорю, ну, вот, хорошо, вы объясните жене, то есть, человек не делает, когда он просто не понимает, зачем. он просто не понимает, зачем нужна чистая мойка. Объясните, зачем нужна чистая мойка. Два высших образования, он полчаса пытался найти какое-то рациональное объяснение, но максимум, что он придумал, ну, вот, типа, я подхожу с мойки, у меня там фрукты, а мойка занята. Говорит, ну, не всегда же ты с фруктами ходишь. Ну, то есть, если вы какое-то требование человеку предъявляете, ну, вы рационально объясните, почему это надо делать. Не просто вы хотите, да, не просто у вас там прихоть, ну, это, да, это восприятие как прихоть, вот, объясните, вот, а если не нравится, ну, вот я недавно нашел такой вот такой шикарный способ, если вам что-то не нравится в поведении человека, представьте, что он, это вы, вот, ну, когда мы сами какие-то делаем ляпы, мы же себя как-то находим объяснение, ну, типа, ну, я устал, там, я заглядел, то есть, мы к себе мягче относимся. Ну, как я там за рулем еду, если я там подрезаю, обгоняю, ну, я тороплюсь, понимаете, тороплюсь, у меня все понятно, а когда я вижу, что меня там подрезают, обгоняют, я думаю, вот наглая морда какая, а вот хам-то какой-то, ну, просто встаньте на место человека и решите, что, ну, это я, ну, вот, я сейчас вот так сделал, как-то сразу уже будет легче, вот, как это, вызови ближний как-то самоволь, ну, такой шикарный рецепт. Впечатление очень счастливого человека производится, по крайней мере, у меня такое восприятие, да, и вот было бы очень интересно узнать ваше личное определение слова счастья. Ну, мое личное определение счастья, это субъективное переживание, то есть счастье это не новая машина, это не деньги, то есть это не внешнее какое-то событие, это некое внутреннее переживание, которое случается, и, кстати, вот я там консультирую, скажем, ну, богатые пары, так далее, у них там сложности, но они говорят, вот, когда мы жили в общежитии, у нас был ребенок, была одна комната, в общем, кушать, мы были такие счастливые, да, это какая-то внутренняя такая штуковина. Может быть, тогда в продолжение спрошу, а как быть счастливым, вот ваш, не знаю, рецепт или рекомендация, или размышления какое-то, ну, один из рецептов к тому, чтобы быть счастливым, наверное, первое, это какое-то все-таки никакое самопознание, чтобы понять, разделить, где мне навязаны желания, ну, воспитанием, там, обществом, то есть, я думаю, что я этого хочу, а где то, что я реально хочу, то есть, потому что, ну, есть люди, которые достигают много чего, но счастья нет, а значит, ты не там, значит, ты до конца не понимаешь, что тебе надо, вот, ну, а второй момент, это, конечно, разного рода внутренняя работа по развитию, так называют, резонансной способности, то есть, научиться вот этой внутренней гармонии с миром, с собой, потому что резонанс, он дает как раз эту прибавку энергии, если вы в резонансе с ситуацией, с человеком, с собой, да, то есть, вам всегда, у вас такая будет прибавка, которая очень похожа на счастье. Спасибо. Сергей Владимирович, вот хотел бы завершающий вопрос, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, может быть, какой-то ваш совет или какое-нибудь напутствие? Ну, одно из пожеланий, наверное, как тоже послание нашей встречи, что вот то, что называют любовь, отношения и так далее, этого можно учиться, это можно обладевать, то есть, это не то, что там само с неба упало, ну, кому повезло, вот им повезло, у них хорошо, а нам не повезло, ну, у нас плохо, да, мы будем, да, да, вот последний слайд, это, если будут какие-то проблемы, вопросы, пишите, не обязательно консультации, можете просто написать, я вам отвечу, вот, или какие-то вопросы можете выслать, но иногда бывают просто такие ответы, вот, давайте с собой тоже строить частную жизнь, да, давайте снимите с себя требования, снимите с себя критику, снимите все эти нагрузки, то есть частная жизнь принять человек таким, как есть, примите себя, что вы такой вот артефакт, что вы ни лучше, ни хуже, не сравнивая ни с кем, вы просто уникальный такой человек, вы не виноваты, что вы такие, вот, но с этим как-то существом надо жить, да, ну, наверное, лучше жить с любовью, чем его критиковать, строить, и так далее, вот такое пожелание. Спасибо вам большое, за это спасибо. Спасибо вам за внимание. Спасибо.